Друзья, всем привет! Сегодня я вам покажу из чего состоит удлинитель и соответственно, если вы будете знать из чего он состоит, то вы легко сможете справиться и с его ремонтом. Ну что ж, друзья, погнали! Удлинитель у нас состоит из вот такого тройника и вот такой вот вилки. Я вам покажу из чего состоит вилка, из чего состоит тройничок и что делать, если вилку вы вставляете в удлинитель, она там либо не держится, либо болтается, выпадает. Вы сможете это дело устранить и у вас удлинитель станет как новенький. Поехали разбирать! Чтобы разобрать удлинитель, я возьму свой наборчик, который я заказывал на aliexpress. Ссылочку я вам в описании оставлю. Берем только изолированные отвертки и приступаем к разборке. Чтобы разобрать, у нас здесь есть четыре болтика. Раз, два, три, четыре. Выкручиваем. Далее снимаем крышку. Теперь куда у нас прикручен удлинитель? Вот внутри такая вот пластиковая штукенция. Значит эта штукенция это наши клеммы. С одной стороны у нас подведен провод фазы, с другой стороны подведен провод 0. Но в зависимости от того, как вы вилку повернете в розетки, фазы 0 могут меняться соответственно местами. Потому что мы с вами зависим от того, как провода у нас подключены в розетки. Здесь у нас провод прижат вот такой вот педалечкой. Если вы хотите его снять, просто педальку вот эту вот откручиваете и провод можно шевелить, вынимать куда вам нужно. Но я обычно делаю вот так. Отвернули, болтик отложили. Болтики желательно вот эти вот из удлинителя не путать, потому что у них не всегда одинаковая резьба. Вот наша клеммная колодка и подключены два провода. Для того чтобы подключить либо отключить эти провода, достаточно выкрутить вот эти вот болтики. Выкрутили болтики, вынули провода и все. Вот у вас в руках имеется клеммная коробочка. Эта клеммная коробочка тоже разбирается. Сейчас вам покажу ее устройство. Здесь есть у нас вот такие вот крепежики. Иногда, кстати, этой клеммной коробочки нету, а в удлинителе сразу лежит его внутренность. Сейчас вы увидите, какая. Нажали на педалечку, вышел крепеж, видите, со второй стороны тоже одновременно. Здесь так же самое. Нажали и вот, собственно, ничего сложного вообще. Если у вас вы вставляете вилку и она у вас болтается в удлинителе, вот смотрите, вилки у нас вставляются вот в эти разъемы, где широкая. Вот где она расширяется, вот это сюда у нас попадает сами вилка. Вот видите, напротив отверстий как раз находятся вот эти утолщения. Так вот, эти утолщения иногда разъезжаются и для того, чтобы вилка там не болталась, надо их просто поджать. Берете какие-нибудь пласкогубцы или что угодно, да и вообще эта пластинка, в принципе, отсюда вынимается. То есть вот эта пластиночка у нас уже в руках. И если нам недостаточно, если у нас вилка болтается, то можно вот это вот просто взять и вот так вот и поджать так. Раз, поджали, раз, раз, поджали и поставили обратно. И теперь у нас вилка уже не будет болтаться в этих отверстиях. Ставили, теперь она стоит плотно. Собирается все в обратном порядке. Сначала защелкиваем наши защелки. Раз, защелкнулась. Вставляем провода. Когда вставляете провода, смотрите, желательно, чтобы они были вставлены до конца и чтобы никакие проводки у вас никуда не торчали. То есть вставляете их туда и смотрите. Опа, провода торчат, да? То есть надо это дело либо обрезать немножко. У меня есть вот такой, кстати, специальный инструмент зачистка. Очень удобный для работы с проводами. Тоже на Алиэкспресс заказывал. Ссылочка будет в описании. Вставляете и зажимаете. Видите, провод не должен торчать. Вся снятая изоляция должна находиться внутри. Снаружи выходит только изоляция. Но при этом зачищенная часть обязательно должна касаться вот этого контакта. Когда вы закрутили провода, обязательно надо проверить, насколько плотно вы это сделали. Дергайте за провода. Значит зажато хорошо. Теперь ставим все обратно. Совпадаем вот этими вот штучками с нашими дырочками. Раз. Затем выставляем провод. Провод должен лежать так, чтобы он не был где отверстие от болтов. Иначе мы не сможем с вами нормально потом закрутить. Ставим нашу прижимную штучку. Переставляем все это дело сюда. И закручиваем болты. Значит, страничку вам понятно. Показываю вилку. Значит, вот вилка. Разбирается данная вилка одним болтиком. Что мы видим тут? Тут у нас тоже зажимчик. И два провода вставлены. Сейчас покажу куда. Откручиваем зажимчик. Откручиваем два болта. И вот наши два провода. То есть, здесь просто два провода вставляются. Вот эти вот два отверстия, которые тут внизу находятся. Вот сюда. И зажимаются. Все просто. Вставляем. Так, чтобы изоляция не торчала. Вставляем зажим. Ставим обратно вилку. Болтик. Сборка готова. Так что теперь вы знаете, из чего состоит удлинитель, как он устроен и как его починить. Я надеюсь, видео оказалось вам полезным. До новых встреч. Пока.